Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Это про одного человека говорится. А если вместе несколько человек, все на камне, это община на камне. А если вся церковь, вся церковь на камне, государство, государство на камне. И все от того, что слушает и исполняет. Повторяю, что я не толкую Писание. Я просто желаю, чтобы люди сами научились спрашивать у Христа. И когда вы идете в храм, то всегда молитесь, Господи, скажи нам полезное для душ наших, не я. Я бы мог сейчас расплыться, как море без берегов. И мне есть что сказать, потому что очень много читал святых отцов. Но мне хочется, чтобы сегодня всем известные слова Христа заговорили с нами. И чтобы мы почувствовали, что с нами Христос. Кто слушает слова, исполняет. А кто не слушает, не исполняет. А вот чтобы не слушает, совсем такой притчи даже нет. Вот не сказал Господь об этом, да это и непонятно, скажет, ты искажаешь слово Божие. Да как исполнять, если ты не знаешь. Чтобы по дорогам ездить, человек учится платить деньги, рядом сидит стажер. Вот так стажером каждый священник обязан быть со своими прихожанами. Почему? Когда меня спрашивают, какая община должна быть. Я считаю, не больше 50 человек, дальше уже расплывшитое. Он должен в каждый дом, может быть, знать. Ну, батюшка наш, на две общины тут занимаемся мы. Там есть братья, занимаются. А так, когда люди, которые только приходят в храм и не научаются. У нас, видите, научение, большая подмога. Кто не слушает, того вообще нигде нет. А тогда на камне будет построено. Вот чтобы слушать, для чего вопрос? Чтобы знать, запоминать, чтобы не были слушателями забывчивыми. Ибо если я тебе дал, а ты прибыли не принес, значит, зарыл. Не просто я пришел, удовлетворился, мне проповедь сказали. Ты ответственный делаешь. А не пришел, не пришел, как будто меньше спрос. Тогда за леность будешь отвечать, почему не пришел. А исполнять, значит, надо все знать. Вот это законодательная и исполнительная власть. Наверное, ни в одной стране нет столько законов, как в нашей стране. И нет такого пренебрежения законами, как у нас. Боятся друг друга люди. Боятся власть. Боятся охраняющих порядок. Почему? А ничего за нарушение нет. Это мы так привыкли, а ведь не так было в израильском народе. Я вам в прошлый раз говорил, как у них это считалось. Неумытыми руками мыть и поел. Решила о смертном приговоре. Я узнал из журналов, что местописание, где говорится, не вари козленка в молоке в матери, евреи в Израиле это поняли слишком буквально, чтобы не нарушить это положительно. Столовая, два окошечка, весной и молочной, одновременно. За один раз ни одному человеку не удавалось взять из того и из другого. Я прочитал, сразу себя вел в лагере. Некоторые привозили консервы. Они смотрят, как мы едим, они их бросили, тогда мы тоже будем молочные. А чтобы то и другое, нет. Так это не одно столько спасение, это сжимает, узкий путь делает. Я ввел это в правило, и у нас бывает одновременно мясо и молочное. Любое блюдо избирай, но два не будет. Ты каждый раз, как узнал, где путь узкий, хотя бы речь касалась меня спасения, ты рассуждай всегда. Вот Христос входит в Иерусалим. А люди слышали об этом событии. А ведь это событие, это на спасение никак не влияет. Вот этот праздник установили спустя столетия. Он не искусственный. Настоящее событие это было. О нем пророчества были у Захариевны. А вот Господь это сделал так, что въехал он на осле. Захариевное пророчество исполнилось. И устроит хвалу из уст младенцев Давыдова пророчества. Одновременно пророчество, целая совокупность их исполнилось. А на самом деле этот день можно было бы назвать не верным никак, а день испытания, день поражения, день разочарования. Вот как. Ведь ученики-то слушали, да не в полуха никак. Они вообще не понимали ничего. И написано, что слова эти были закрыты для них. Они все или время-то устанавливали. Они думали, вот сейчас ходим, многие ждали. Сейчас римское владычество все сбросит. Сейчас Христос поцарится. Царь Израилев. Они кричали, царь-то Израилев, не по небу. Израилев, не царь вселенной. Евреи, они вообще не понимали ничего. Я говорю об апостолах. Закрыто было, пока дух святой не сошел. И он упрекал их за неверие уже когда воскрес. И когда они его Маус не узнали, он начал говорить. Они думали, да, вот некоторые не признали Христа. Одежду не бросает, пальмами ветвями не машет. Может тоже думали бы их огнем-то пожечь. Господь говорит, не знаете какого духа. Не знаете? Вот как раз они-то и сказали духом Божьим, но не Христовым. Не знаете какого духа? А где не приняли ангелов, что сделал Господь? Содом и Гоморру устроил. Ученики-то хорошо это поняли. Только они не поняли, какого духа Христос. Теперь уже меняется все. За врагом надо молиться. А ведь будет так, что придет Господь в испепеляющем огне. Вот это от Лазаря воскресенье. А оно как повлияло? И вышли, потому что услышали. А если бы не услышали о Лазаре воскресенье, может этой встречи бы и не было. Опять же услышали. Речь не вот услышали. А услышали, что Лазарь воскресил. А рядом стоящий сказал бы, и долго он будет жить. Писание говорит не больше 15 лет. Больше-то нет. И даже здесь вот воскресала одна. И то не больше 20 лет. А потом болезни, болячки, врачи, скорая помощь, реанимация и эпикрис. А чему радуетесь-то? Значит, речь о воскресенье шла о вечности. Когда нетленные восстанут тела. Израилю было показано, у пророка Иезекииля, поле полное сухих костей. И как скажи, дух, дохни, они воскресли. Речь понималась об Израиле. У них ничего не было, как у русских патриотов. Израиль, Израиль, как восстанет, как они будут независимы. Да свои-то угнетатели еще похлеще поступали с Израилем-то. Господь называет, нельзя садомские и гоморские. К кому? К Израилю обращаются. Возбить не во что. А вот поле-то сухое говорило о всеобщем воскресении. А нигде об этом речи нет. И ученики Христовы это не поняли. Воскресение Лазаря не о рыбе, не об икре. Бедная рыба трепещет от нас. Вскрывает, выбрасывает, лишь бы икру добыть. Сколько об этом пишут? Это нам. Икру разрешается. И кто-то же сидел это все выдумал. Я думаю, умно выдумывал это. Но речь-то не о пальмах, не о веточках. И хоть бы ни одной вербочки сегодня не было, ничего бы не было. Больше знамения в одежде были. Ликующий человек в руки берет что угодно и машет. Платочком прощается. Главное одежда. А подстелание одежды означало полная покорность. Вот моя плоть, это одежда для души. И я отдаю тебе. Вот когда воцарился и вы, и написано, постелили перед ним одежды. И Израиль это знал. Сегодня на это надо упор делать на одежды больше. А в ветви вербочки, с которыми замучились сегодня, продают, бизнес устроили. Да еще мертвыми бумажными цветами украшают. Это предрассудки. Ну и пусть это освященное будет. Да еще как пяти лишь дома будем. Да, берег из него устроят по веточке. Там что-то скотину хлестать ей надо. И лещится, и что только не делают. А ведь речь-то идет о том, что царь Израилев, царь вселенной идет. В ветви означали приветствие, признание его царем. Царем над своей душой. А этого самого главного-то как раз и не будет сегодня. А если он царь, ты как должен жить? Царь, который наблюдает, зрит, видит, наказывает. Притом Бог отмщающий строго за тех, кто не почти сына его. Какое разочарование наступило в этот день? Он не воцарился. А дальше целая серия событий. Завтра вертепно называется понедельник. Христос зайдет. Куда он пришел? К народу Божьему. Где народ Божий? В храме Божьем. Соломон говорит, придут, прострут руки, иноземьях тут. И Христос пришел. Это его дом. Пришел, ничего нет его. Это дом разбойников. Вертеп. Там делят добычу. Там бессмертные души убивают. Кто? Израильские вожди. И все время. А у нас есть Моисей. У нас Моисей. А Господь говорит, есть на вас судья Моисей, на котором вы уповаете. Вот как он сказал Евангелие от Иоанна. Это ваш главный судья. Вы и Моисея, оказывается, не знаете. Что значит слушать и исполнять? Внимательно каждое слово надо ловить и слушать, как истолковали нам это святые отцы. Книга Исход 23-22 говорит, если ты будешь слушать глаз его и исполнять все, что скажу, то врагом буду, врагам твоим и противником, противником твоим. Вот если слушать, исполнять будешь, ни одного солдата, ни одного милиционера не будет и с нами ничего не сделают. Ни один Гитлер даже не зачнется. Ни один Сталин не выйдет из утробы, он там и умрет. Вот если Господь врагом будет их, а они враги все церкви были, изберги рода человечества. Почему этот стих за заголовок-то не брали? Царь, тебе не армия была нужна, ни пулеметы делать, ни пистолеты, которыми тебя же расстреляют, ни штыки, которыми колоть твоих детей будут-то, а исполнять заповеди. Кто слушать и исполняет. Повторяю, книга Исход 23-22. Израиль только вышел, и сразу ему первое Израиль, избранник мой дорогой, слушай и исполняй. В этом жизнь твоя, против тебя весь мир ополчится, и никто тебя не победит, потому что я буду врагом. Я огражду тебя со всех сторон. Левит 26-14. Если же не будете слушать Меня и не будете исполнять всех заповедей Моих, то сокрушу вас. Повтор. То же самое. Второзаконие 4-1. Тот закон утеряли в пустыне за 40 лет. Заново Господь повторяет. Итак, Израиль, слушай и исполняй закон Божий, как Я научил вас. Дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю. А если не будете слушать, никуда вы не пойдете. Вы вокруг горы будете крутить за 40 лет, и я вас в песок всех зарою. Никуда Россия не выйдет. Никакого прорыва нигде не будет. Она просто войдет, а один из членов масонов, который будет убивать свой народ. Почему? А слово-то Божие на первом месте не стоит. Я ни разу, нигде не считал, что патриарх сказал, дорогой президент, ты можешь ничего не делать, научи закону Божию. И у нас двинется экономика, промышленность, воровать не будут. Сотни миллиардов долларов ты не будешь раздавать туда. Ты же понимаешь, что все в законе Божьем, а закон Божий пробудет твою совесть. Совесть подчиненных твоих. В этом все. Вот пришел бы один раз, патриарх сказал, ну что бы он с ним сделал-то? Хоть он вот дзюдоист, он бы не стал его лупить-то. Пожалел бы старика. Старозаконие 5.1. Постановление и законы мои выучите и старайтесь исполнять. Школьники, постановление закона надо выучить, и при том на пятерку. Потому что в одном согрешишь, виновен будешь во всем. И об этом надо день и ночь говорить, день и ночь заботиться. Господи, а что я еще не учился? Я-ка встал и с утра до вечера трясись. А как я урок сдам? Почему на занятиях я ничего не спрашиваю? Я всегда говорю вам, экзамен будет потом. Экзаменатор будет очень строгий. Старозаконие 28.15. Если не будешь слушать и исполнять, то придут на тебя все те проклятия, которые я изрек. А ты играешь. А мы скажем, где-то это Россия. Сделай более личным. Скажи, мой дом и лично я. Не будешь слушать, исполнять, будешь проклят. Поэтому все идет это не так, как надо. Совсем не так. Гибни, горит, взрывается, падает. Говорит, по количеству самолетов, павших на первом месте. По количеству шахтеров, погибших на первом месте России. Во всем мире мы первое место занимаем. Вот такие чемпионы. Отступники. Дальше мы считаем. Слово Божие говорит нам у пророка, это у Ниеми. 9.29. Вот мы не послушали заповедей твоих и не исполнили. Хребет свой сделали упорным. И шею свою держали упруга и не слушали Бога. И ожидали они доброго. А то, что жил и были медные, Бог послал только злое. Вот Ниеми дошел до этого. Почему мы были в плену? Когда вернулся, начал подводить итог. Лбы не такие, шеи не такие, хребет не такой. А ходили, смотрели, какой стан. Люди красивые были. Эпоха возрождения, восславец человеком. Да если бы внутренний человек нам в зеркало отобразился, мы бы упали, и зеркало на нас повалилось. Там, может, такое бы взглянуло на тебя чудище. Такая образина, непослушная. Женщина против мужа идет с рогами обязательно. Измена там кому, как говорят, рога наставил. Поговорки-то откуда идут? Еще и другому с рогами подойдет. И заяц, и змея, и лев, и златовый. Все в человеке. Пророк Иеремия 11.8 говорит так. Но они не послушались и не исполнили по упорству злого сердца своего. Это все слова, повторяю, и говорены были пророками израильскими к народу израильскому. Но что польза нам от этого чтения, если мы не применим к себе? Пророки Израиля, это наши пророки. Это сказано к моей душе по злому сердцу. И не надо говорить, ой, ребенок, а ребенок как ангел. Да ребенок, дети как ангелы. Писание так не говорит. Написано по злому сердцу. И злое сердце у него уже, когда он рождается, оно уже заложено у него. Адам родил Сипа, написано по образу своему. Не по образу Божию. Иезекииле 33, 31. Вот они приходят к тебе, эти люди, как на народное сходбище. Садятся перед лицом твоим. Все, как у нас здесь есть. И слушают слова твои. Стараются ближе сесть. Все. Но не исполняют их. Почему? Сердце их увлекается за корыстью. Да не будет этого с нами. Скажи, я ближе сажусь для того, чтобы ни одного слова не пропустить. Я люблю моего Бога и Иегову и постного им Сына Иисуса Христа, дабы в точности исполнить. И если бы я был там в тот день в Иерусалиме, вот как сегодня называют ход Господень в Иерусалим, то я бы, если бы возможно было, сказал людям, главный он царь для души, для неба, а не здесь. Этого царя распнут. Этот восторг людей, который был в понедельник, в воскресенье сегодня, уже в пятницу выльется, распни его. Очень многие там будут среди тех, кто его встречал. Написано, что так есть. Так что восторг человеческий это все временное явление. Третье царь, 5-8. Итак, там говорится об одном человеке, язычнике, у которого было то, что не было даже у Соломона. И хирам выслушал, что сказал Соломон, и сказал, я все исполню. Вот бывает такое состояние, такая симфония между народом еврейским и народом языческим, на чем? На строительстве храма. Когда мы все будем заботиться о душе, вот тут у нас полная симфония будет, а не царя с патриархом. Там может и не быть. Третья книга, Сарс, 12-15. И не послушал царь пророка, чтобы исполнить слов его. Слова, которые сказаны были через пророка Ахию о Соломоне. И Раваам, сын его разделил народ израильский. По гордости своей, не послушал. Я говорю, слушай и исполняй. Вот это, кто слушает и исполняет. Я решил в Библии пройтись по всем местам, где говорится, кто слушал и исполнял, а кто слушал и не исполнял. И отсюда теперь сделай выбор. Я тебя провел по этим местам. А раскрылась перед нами история богоизбранного народа. Ну и скажи, я тоже богоизбранный, ты меня искупил, Господи. А то были образы для нас все, чтобы не были походливы на злое. 4 царств 18-12. За то, что не слушали голоса Господа Бога своего. И что было? Наслал Господь на них врага Синахи Рима, наслал Гитера в 41 году. И еще что-то будет. И то ли, говорит, еще будет. Почему? А причина одна. За то, что не слушали голоса Бога и не исполняли. Первая книга Сарс 28-21. Говорится, что послушались и исполнились приказания и подвергли жизнь свою опасности. Послушать и исполнить. Где это? Оказывается, недобрые люди своим большим положением заставляют делать недоброе. А это Саул пришел к Эндорской ведьме и говорит, вызови мне Самуила. И она вызвала. И с ним так дурно сделалась, что написано, что упал всем телом. Не на колени никак, а просто растянулся. Она говорит, я послушалась, исполнилась, исполнила твои приказания. Вот нам сейчас говорят, будьте послушны, исполните все, давайте в Московскую Петроархию заходите, ни о чем не думайте, как бы нам не пришлось по образу Саула прокинуться. Посмотреть, куда мы залезем. Поэтому остается полтора месяца практически, до 17 мая, будем молиться. И тогда мы посмотрим. Слушать мы слушали, а может быть придется остаться и сказать, а исполнять не будем, потому что вы нарушаете решения, которые были на соборе Сан-Франциском. Повторяю, напрямую к ним входить, об этом даже речи не может быть. Кто желает, тот может идти. Мы желаем остаться, как были, потому что слишком многое нам Бог дал в этой автономии. Деяния апостолов 19-28. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать. И знаете, что они кричали? Когда мы будем это говорить, может быть нас где-то и выслушат, а будут говорить, там кричали велика Артемид и Песк, а тут будут кричать велика Патриархия Московская, чтобы мы поклонились. А мы скажем, великий Господь Бог наш. Вы слишком многое там уже сделали, что неприемлемо в христианстве. Историческим церквам, это католики, православные, похвалиться нищим. Там и гонения, и преследования, и войны, и инквизиции. И у православных этого было в достатке. Если мы привезем царя Израилева, Христа, значит все остальное отвести и сказать, как будто первый раз я сегодня с ним встречаюсь. Иакоб 1,23. Кто слушает и не исполняет Слово Господне, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты леса своего в зеркале. Подойдешь в зеркало и скажи, зеркало, ты опять лжешь мне, я ведь не такой, наверное, внутри-то. Посмотрела в зеркало, да, слушай и не исполняй. Каждый раз, как подходишь к зеркалу, повторяй вот эти слова Иакова. А я закон-то слушаю, а я не исполняю. А если посмотрела и исполняешь, скажи другие слова, если язык повернется. Римлянам 2,13. Не слушали закона, не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Так что каждый шаг, который мы идем к храму, чтобы не было свидетельством против нас. Лука 8,31. Матерь моя и братья мои, суть слушающая и исполняющая слова Божие. Эти слова свои Христос непрестанно подтверждал. Иаков 1,25. Но кто в них нет закон совершенный, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем блажен будет в своем действовании. Аминь. Аминь.